Всем привет, ВОК! Меня зовут Виктория Исакова, и я сейчас расскажу вам, что находится у меня в сумке. На самом деле, у меня не одна сумка, а две, потому что огромную часть своего времени я провожу в машине, и машина – это практически второй дом. Вот, пожалуй, всё моё богатство. Это косметичка. У меня огромное количество всего, что защищает кожу от солнца. BB-крем совершенно замечательный, тонирует кожу. Если это необходимо и защищает, то SPF 45. Я это очень люблю. Но, помимо этого, у меня куча SPF, как я уже сказала, вот такой вот тридцатка и вот такой вот для тела. Ещё есть вот такая вот совершенно чудесная пудра, у которой защита 50. И так как кремом ты не можешь дополнять защиту, то в течение дня я пользуюсь вот такой пудрой. Это крем для рук. Это у всех, мне кажется, есть всегда крем для рук. Новая румяна компания Hermes начала делать декоративную косметику, и это всё безумно красиво упаковано. Помимо того, что очень классного качества. Такие румяна, и к ним вот такая кисточка очень удобная и классная. Я редко пользуюсь помадой с оттенком. Вот это моя любимая. Это просто как уходовая штучка. Она немножечко с розовинкой. Есть вот такой вот совершенно нейтральный, тоже очень приятный. Тушь, которая смывается водой. Потрясающая кисточка. Тонюсенькая, маленькая. Гель для бровей Шуи Мура, по-моему, его сняли с производства. В машине обязательно ездит со мной какая-нибудь увлажняющая маска. В данном случае это вот такая маска. И вот такой валик, штучка такая. Маску надеваешь и... Вот это вот. Но это вот если где-то ты заснул. Часто бывает, что я там в театре, допустим, заснула, а потом надо быстро привести себя в порядок. Это кислородная маска Valmont, которая на тебе пенится, и потом пузырьки тебе исчезают. Это очень люблю. Ну и вот такая вот сыворотка, увлажняющий бустер. Тоже Valmont, который не утяжеляет кожу. Вообще для лета идеально. Масло для бутикулы. Но это даже не масло, а флюид какой-то, который не оставляет ни жирности, ничего. Такая розовая штучка. В общем, он очень легкий. Это кокосовый йогурт. Написано, что стопроцентно натуральный продукт. Я много перепробовала кокосовых йогуртов. Этот невероятно вкусный. Периодически себя балует. Такой мой завтрак. Маска для глаз, для сна, которую ты открываешь, на себя надеваешь, и она разогревается. Моментально просто погружаешься в сон. Японская расческа, в которой много, так как у меня много волос очень, и они кудрявые. И мне, чтобы расчесать свои волосы, надо приложить усилия. Они путаются достаточно. Но это все знают, наверное, что это такое. Это колоночка. Она со мной много-много-много лет болтали с моей ближайшей подругой. Мы обсуждали, чтобы мы хотели получить в подарок и там что-то. Я говорю, послушай, это так здорово, получить вот эту бирюзовую коробочку. Это так круто. Коробочка Тиффани, все понимаем, да? И она мне подарила на день рождения, так как ни у кого из нас не было возможности подарить настоящую голубую коробочку, она подарила мне вот такую вот колонку. Пользуюсь я вот такими вот шпильками для волос. Это очень удобно. Они не рвут волосы, не порт. Блокнотик маленький, который я тоже всегда таскаю с собой. Если вдруг что-то хочется записать, не всегда хочется записывать в телефон. Я была в жюри фестиваля Короче. Это фестиваль короткометражных фильмов. И там мне очень понравился блокнот. И вот я продолжаю пользоваться, несмотря на то, что тут написано 19-й год. Понятно, что мы сейчас все носим маски. Вот у меня сейчас такая черная с белыми штучкой. У меня вот такой ключ, чтобы попадать к себе домой. Открывает все. На кнопочку нажимаешь, открывает. Я читаю всегда. Я читаю в машине, читаю в перерывах во всех. Это такое мое отвлечение. Это кусочек моего сценария. Я сейчас снимаюсь в картине, которая называется «Деревенская драма». И это кусочек сценария. На самом деле, это достаточно объемная штука. Но это вот предстоящие три съемочных дня именно из этой книжечки. Совершенно фантастический режиссер Рой Андерсон, который в миры создает какие-то необыкновенные. И эта книга, которая журнал «Сеанс» и Антон Долин вот такой вот выпустили книгу. Мне ужасно интересен этот режиссер. Я все, что с ним связано, в общем, даю с большим удовольствием. Наушники. Совершенно без них сейчас невозможно в нашем мире отключиться, послушать музыку. Выглядит это глупо совершенно. Там внутри витамины, которые я пью. Я могу их сейчас распаковать. Четыре штуки. Поверьте мне на слово, что я их пью. Вот еще один атрибут. Он чаще всего у меня на руках. Я по старинке ношу обычные часы. Когда я была начинающей актрисой, мне казалось, что главный атрибут актрисы или звезды — это, конечно, очки солнцезащитные. И никто тебя не узнает. В общем, совершенно никому до тебя нет дела. Но ты надеваешь темные очки, и у тебя ощущение, что немножечко тебя не узнают, потому что ты в очках. Поэтому у меня всегда есть солнцезащитные очки, чтобы поддерживать в себе это ощущение. Красивые очки. Но они бывают разные. В данном случае вот эти, потому что лето и какой-то цвет чудесный. Я желаю вам всем хорошего дня, хорошей недели, хорошего года. Желаю вам быть здоровыми, беречь себя. Это какое-то необыкновенное время сейчас, в котором мы живем. Желаю вам сохранить себя. И спасибо огромное, что посмотрели. Сейчас вот я только начала книгу, которая называется «Назови меня своим именем» Андрея Симанова. Я абсолютно влюблена в этого автора. Впервые посмотрела вот совсем недавно все сезоны сериала «Друзья». Я сейчас работаю с режиссером Дмитрием Крымовым. Спектакль выходит осенью. Сейчас вот мы играем в спецпоказы в рамках Чеховского фестиваля. Называется он «Костик» в Пушкинском театре. А официальная премьера осенью – это очень сильная такая работа. Несмотря на то, что я нахожусь внутри, для меня она, во-первых, очень важная, этапная. И это большой режиссер по-настоящему. Я его могу посоветовать. Герман Старши, это Сорентина и Феллини, наверное. Очень сложно существовать в каких-то рамках, потому что режиссеров гораздо больше, которых я люблю. Моё воспоминание о кинотавре чаще всего – это то, что я бесконечное количество раз переодеваюсь, потому что съёмки, 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 рассказать об этом фильме, рассказать об этом фильме, сняться в этой передаче, сняться для этого журнала, представить картину, представить картину, представить картину и уехать домой. Вот это, как бы, по сути, это, конечно же, не отдых, а это работа постоянная. Нет ответа на этот вопрос. Мне нравится и классическое, и современное искусство, и мне нравится это всё в соединении, и нравится это всё отрицать, вообще какие-либо границы ставить. Мне просто нравится искусство. Абсолютно моим вкусом и моим пристрастием в одежде отвечает Марка Де Роу, это сестры Олсен, базовый гардероб, который садится на меня с большим удовольствием нашим. Я очень люблю хаски. Я слушала долгое время Оксмирона. Я очень люблю Алборису Тугачеву. Мне очень нравился Эми Вайнхаус. Ну, видите, в ты я не укладываюсь. В общем, у меня очень полярный вкус в смысле музыки. Мой, наверное, какой-то идеальный день. Вкусная еда и поваляться с книжкой в руке. Сейчас такая погода потрясающая, где-нибудь в закрытом на веранде. В общем, это какой-то мой идеальный выходной. Так, все, иди на бладене. Ну, зеркалка, ау-у-у-у-у-у. Ну, жарим.